Свердловский Минздрав пока не планирует открывать новые мобильные пункты вакцинации от ковида в людных торговых центрах Екатеринбурга, объясняя это тем, что вакцины пока недостаточно, чтобы без предварительной записи уколоть всех желающих горожан. Как уточнил первый замминистра областного здравоохранения Сергей Турков, в дирижабле абсолютно точно 10 марта будут ревакцинировать тех, кто уже получил укол первым компонентом спутника ВИ. Все прочее зависит от поставок препарата. Я скажу точно, будет площадка та же дирижабле для второй этапа вакцинации, имею ввиду для тех, кто прошел там первую. Мы сейчас рассматриваем еще одну площадку, но не буду ее анонсировать. Мы не то что сдерживаем этот вид деятельности, просто сейчас нет достаточного количества вакцины для того, чтобы не выходить с минимальным количеством в торговый центр и устраивать ажиотаж. У мобильных форм вакцинации есть, конечно, один несомненный плюс – массовый охват горожан. В частности, на ботанике в дирижабле за 5 часов смогли привить всех желающих, а их оказалось более 400 человек. Тех, кто по жизни не любит ждать. И у кого в кармане случайно оказались паспорт, медицинский полис и снюс. Действительно, кто-то, наверное, привык к порядку, он запишется, вовремя придет, он свою жизнь планирует. А кто-то имеет возможность, буквально придя в торговый центр за бутылкой молока, он может взять с собой паспорт, пройти вот эту процедуру и скоротать какое-то время для чего-то другого. К слову, областной Минздрав деликатно отмолчался по поводу возможных побочных эффектов такой вот массовой мобильной вакцинации, на которые, тем не менее, обратили внимание и журналисты, и власть. Речь об очередях, которые были замечены за порогом мобильного прививочного пункта в торговом центре «Дирижабль». Когда людей прививают по записи, такой ажиотации, конечно, просто нет. Скобейка запасных, даже когда используются большие флаконы вакцины, рассчитанные на пять пациентов, совсем невелика. Вполне вероятно, что на горноуральщине неупрощенная форма вакцинации в итоге победит или, как минимум, серьезно потеснит мобильную. По крайней мере, пока в прививочные пункты не будет в массовом порядке поступать отечественная вакцина уже следующего поколения, о которой власти и специалисты говорили накануне на последнем заседании регионального оперативного штаба по ковиду-19. В России ведется работа по созданию вакцины следующего поколения. Особенность новых разработок в том, что они направлены на формирование клеточного иммунитета, который сохраняется до 17 лет. Государство создает все условия, чтобы сохранить жизнь, здоровье миллионов людей. Мы, в свою очередь, должны обеспечить хорошие темпы вакцинации уральцев. Сейчас в муниципалитетах действует 120 прививочных пунктов. В них вовлечены 74 медицинских учреждения, и все они справляются с поставленными задачами. Отстающих нет, утверждают чиновники облздрава. Я, извиняюсь за такое выражение, двоечников у нас точно нет. Я скажу, относятся все очень хорошо, и в этом помогает активность населения. Активность населения есть везде. Вот нельзя сказать, что в Екатеринбурге есть, а там в Шале нет. Шаль великолепно тоже проводит вакцинацию, хотя это достаточно удаленное от Екатеринбурга место, и не такое многонаселенное. По утверждению Сергея Туркова, среди привитых от ковида свергловчан осложнений не зафиксировано, в том числе и среди пациентов из возрастной категории 60+. В отношении осложнений, могу сказать, в настоящее время мы привили уже больше 150 тысяч первым этапом. Осложнений не было совсем. Поэтому говорить, в какой большее, я не могу, потому что их не было. Ни в возрастной группе нет. У нас на первых этапах не вакцинировались люди старше 60. Это вызывало вопросы, и это было вызвано не готовностью вакцины к этому, а тем, что не был большой в институте Гамалея набор объема исследований для того, чтобы сказать с точкой «да». Вот как только это случилось, а случилось это достаточно уже давно, нам разрешили, не меняя вакцину, разрешили, и мы активно прививаем возрастную группу 60+, так называемую. Более того, мы отдаем им предпочтение, потому что чем человек старше и старше этого, он имеет в большинстве случаев кучу сопутствующих патологий, и для него надо его вакциной защитить и не подвергнуть тяжелым заболеваниям.